Итоги работы государственной пограничной службы за 9 месяцев подведены. Сегодня их представил председатель ведомства, полковник Уларбек Шаршеев. Так, по его словам, с января по сентябрь обстановка на границе Кыргызстана остается относительно спокойной. За исключением нескольких инцидентов, которые, собственно, мимо общественности не прошли и широко освещались СМИ. ПОДПИШИСЬ! Мы выставляли дополнительные блокпосты на путях вероятного движения нарушителей границы, либо на направлении соцсещения основных усилий. Всего же с января месяца пограничники задержали 149 нарушителей границы, 257 нарушителей режима госграницы и 28 нарушителей пограничного режима. При этом, по словам главного пограничника страны, была пресечена контрабанда на сумму более 27 миллионов СМОВ. Сотрудники службы выявили более 4,5 тысяч фактов незаконного провоза грузов. Наряду с этим изъяли 17 единиц огнестрельного оружия. К нему 4 единицы комплектующих деталей и 178 боеприпасов. В основном в СНГ, в том числе в Кыргызской республике, угроза исходит, то что мы находимся вблизи Исламской республики Афганистан, основная угроза исходит оттуда. Наличие большого количества беззаконных вооруженных формирований на территории данного государства. За прошедшие 9 месяцев из Кыргызстана депортировали более 1600 человек. Госпогранслужба выполнила почти 10 тысяч оперативных поручений судебных и правоохранительных органов. Между тем и сами пограничники становятся фигурантами громких дел. Так, в отношении трех сотрудников погранслужбы, которые в конце сентября задержали сотрудники спецслужб, продолжается следствие. Напомним, за деньги они помогали пересекать границу гражданам, которых разыскивают за экстремизм, в том числе и правоохранительные органы соседних государств. По задержанным ведутся следственные мероприятия Государственной конференциальной безопасности и военной прокуратуры Кыргызской республики. А по должностным лицам, которые непосредственно должны были обеспечивать, организовывать работу на местах, были приняты жесткие меры по результатам 9 военнослужащих, снятых с должностей. На сегодняшний день сняты с должности два начальника отдела пограничного контроля и остальные все начальники смены. Для коррупции все так же остаются уязвимы пропускные пункты, отметил Шершеев. И случай, ставший известным общественности в конце сентября, это подтверждает. Напомним, с поличным поймали инспектора контрольно-пропускного пункта Кызылкия-Автоджол при получении взятки в размере 2000 сомов. А по поводу допущения данного случая, именно было принято решение о снятии с должности начальника КПП за то, что допустили такие нарушения и начальника смены. Подвел глава ведомства и итоги недавно завершенной спецоперации Микен-Чиги-2018. Совместная пограничная операция проводилась в три этапа. С 7 по 28 сентября. На территориях Кыргызстана, Казахстана, России и Таджикистана. Под общим руководством пограничников нашей страны. За этот период на территории Кыргызстана было раскрыто 445 преступлений. Задержано 16 человек, находящихся в розыске. А еще изъяли контрабанды на 850 тысяч сомов и свыше тонны наркотических веществ. Есть улучшения в инфраструктурном плане, сообщил Шаршеев. За этот год в стране появилось еще 4 комплекса погранзастав в Баткенской, Ожской и Джалабадской областях. Всего же за отчетный период государственную границу пересекли более 16 миллионов человек и чуть более миллиона транспортных средств. Екатерина Стопкина, Владимир Кубалдеев, НТС.